Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Наталья Кузьмина. 9 декабря 2003 года в Мексике Генеральной Ассамблеи ООН была подписана Конвенция против коррупции. И теперь этот день именуется Международным днем борьбы с коррупцией. И сегодня у нас в гостях начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Карелии Дмитрий Леонидович Егоров. Дмитрий Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, когда был создан ваш отдел, каковы его функции, основные задачи? Отдел был создан, как и аналогичные отделы по всей нашей стране, 26 февраля 2008 года. Отдел подчиняется Генеральной прокуратуре и здесь непосредственно прокурору Республики. Отдел очень разносторонний, у нас всего 4 человека в отделе, но каждый из них имеет 100% возможность заменить другого человека. Функции отдела у нас также разнообразные. Это и надзор за органами предварительного следствия, дознание оперативно-розыскной деятельностью по своему направлению. Это надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции государственной службе в органах государственной власти и местном самоуправлении Республики. Это проведение антикоррупционной экспертизы. Это поддержание государственного обвинения по тем делам, за которыми мы надзираем, и по тем делам, которые имеют коррупционную окраску. Вот в частности по делам, которые у всех на слуху, например, по делу заместителя председателя Петросовета Матвеева. А расскажите чуть подробнее. До этого поддерживали обвинения по делу в отношении председателя Петросовета Олега Фукина. Участвуем в делах при избрании меры пресечения по делам коррупционной направленности. Что вас интересует по делу? Ну вот расскажите о нем. Это такое достаточно громкое дело было. Как оно завершилось? Как шло следствие? И вот с вашей стороны, как велась работа? Ну, в принципе, это дело освещалось в средствах массовой информации. Фаблу, наверное, вы знаете, поэтому нет смысла ее напоминать. Матвеев обвинялся в получении взятки в размере 4 миллионов рублей. Именно такая сумма оговаривалась за его посреднические услуги в оказании содействия коммерческой организации для того, чтобы можно было пролоббировать интерес и увеличить этажность строительства домов на Куковке. Ну, однако, все это столкнуло с определенными препятствиями. Птительные граждане на сходе не проголосовали за это. И таким образом не удалось это преступление, так сказать, довести до своего конца. Взятка давалась при посредничестве других лиц. Все они были и заплечены, все они сотрудничали со следствием, как и сам Матвеев. Поэтому, в общем-то, все это было оценено как и следствием, так и судом. Впоследствии он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. И штраф, если мне не изменяет память, в 20 миллионов рублей, который он, насколько я знаю, активно пытается загасить. Выплатить. А вот вы сказали, сумма взятки 4 миллиона. Можно ли говорить, что это одна из самых, пожалуй, крупных взяток в республике? Ну, вы знаете, наверное, да. Наверное, да. Потому что средняя сумма взятки у нас определяется от минимальной до максимальной и составляет 474 тысячи рублей по итогам 9 месяцев. Ну, к концу года она у нас, я думаю, подрастет, поскольку работа продолжается. Взятки выявляются очень активно. Дмитрий Леонидович, расскажите вообще, как республика по уровню коррупции выглядит на фоне других регионов? Северо-запады или вообще, в принципе, других регионов России? Вы знаете, я как патриот своей республики, как человек, который здесь родился, считаю, что мы выглядим на своем месте. Республика выглядит достойно. Хочу напомнить, что, как говорил Жеглов, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умению государства их обезвреживать. Поверьте мне, обезвреживать мы умеем и делаем это очень регулярно и на достаточно высоком профессиональном уровне. Вся правоохранительная система, она уже знает, что делать, работает, механизм у нас исправно. Поэтому мы выглядим в серединке, если так обывательским языком говорить. Не хуже и не лучше. Стали больше выявлять преступлений в крупном размере. Ряд резонансных дел у вас на слуху. Они освещаются в средствах массовой информации. Это если говорить о преступности. Ну а в таком случае, с какими результатами карельская прокуратура подошла к дню борьбы с коррупцией? Может быть, немножко там в процентном или числительном соотношении? Ну вот, конечно, без цифр здесь не обойтись. Опять же, оговорюсь и скажу, что все эти цифры, вся эта статистика, она на сегодняшний день очень относительна. Она у нас квартальная, мы подводим итоги нашей работы по кварталам. Поэтому цифры, которые у нас официальны на сегодняшний день, это цифры за 9 месяцев. 739 нарушений было выявлено. Это немножко ниже, чем нарушения, которые были выявлены в 2020 году. Но зато у нас рост таких мер прокурорского реагирования, как протесты. ИСКВ работа у нас очень активная. 21 заявление направлено в суд. 160 представлений внесено. К дисциплинарной ответственности привлечено 137 должностных лиц различной категории. Много это или мало, опять же, это вопрос относительный. Ведь я повторюсь, что там, где выявляется коррупция, там она, в общем-то, есть. Мы никогда ничего не прятали с цифрами, никогда никого не обманывали, поэтому цифры объективные. А где чаще выявляются, в каких сферах чаще всего? Какие сферы более коррумпированные? Вы знаете, сферы, наверное, так же, как везде. Это ЖКХ, это земля, это недвижимость, это закупки. Вот такие сферы. Коррупция — это сложное социальное явление, оно ведь в различные сферы проникло. И мы для того, чтобы как-то вот эти сферы выявлять, эти направления, мы же занимаемся и мониторингом средств массовой информации. Мы изучаем различные социологические исследования. Мы сами анализируем практику и ситуацию в регионе для того, чтобы понять, ну, куда нам двигаться дальше, и что нам запланировать в своей работе на следующий период нашей работы. Вот по, если говорить там, каких-то примерах, вот я сказал там, в сфере лесного комплекса, да, было в этом году, и в прошлом году большое дело направлено на суд, осуждена группа работников Каливальского центрального лесничества за получение взяток к различным срокам лишения свободы. До этого у нас была большая совместная работа, проводилась со службой собственной безопасности МВД, и была выявлена группа работников ГИБДД, недобросовестных, которые сопровождали за вознаграждение грузы. Дмитрий Леонидович, ну вот я знаю, что на сайте Карельской прокуратуры вы призываете граждан сообщать о фактах коррупции. О скольких преступлениях стало известно именно благодаря таким обращениям? Да, вы правы. Одним из источников нашей информации, который мы получаем, является обращение граждан. Вот за последние несколько лет таких обращений в отдел поступило порядка 70, не все они относятся к непосредственному, в которых сообщалось о коррупционных правонарушениях или преступлениях. Больше половины это, как правило, жалобы на действия следственных органов. Но вот из 70 таких обращений, будем считать, половина, половина касалась каких-то сведений о наличии каких-то коррупционных проявлений в республике. Здесь важно уметь отличать шумы от сигналов. Шума очень много. Значит, все у нас разбираются в коррупции, все знают, где она есть. Однако начинаешь проверять то или иное обращение, ту или иную информацию, ну и понимаешь, что, в общем-то, коррупция здесь и не пахнет. Может быть, какое-то нарушение мы и выявляем, но отдаем своим коллегам, оно не имеет никакого отношения к коррупции, потому что либо нет корысти, либо нет субъекта, либо это не должностное лицо. Потому что это не так просто на самом деле отличить коррупцию от просто какого-то правонарушения. Мы очень часто принимаем граждан, принимаем граждан и у себя в прокуратуре. Я всегда открыт, ко мне можно записаться на прием, прийти просто по звонку через дежурного прокурора. Очень тесно мы общаемся с уполномоченной по защите прав предпринимателей, Еленой Георгиевной Генетовой. Очень часто проводим совместно с ней приемы предпринимателей. Для того, чтобы выявить на этой стадии, чтобы они имели такую возможность сообщить либо мне, либо ей в моем присутствии о каких-то фактах нарушения. Вот поверьте мне, за этот период времени ни разу никакого такого ценного сообщения, которое бы послужило у нас основанием потом для возбуждения дела, для приговора, к сожалению, не было. Пока не было. Пока не было, но я надеюсь, что... А какими еще способами тогда вы узнаете, помимо, понятно, что это все преступления совершаются скрытно, очень тайно, но все-таки какие способы еще, как вы выявляете? Ну, кроме оперативно-розыскной деятельности, которую осуществляет у нас и ФСБ, и МВД, прокуроры также проводят проверки, соблюдение антикоррупционного законодательства, законодательства о государственной службе, соблюдение должностными лицами тех ограничений, которые они должны соблюдать. В ходе таких проверок также выявляются, выявляются, это, конечно, высший пилотаж, это штучные дела, но порядка восьми дел у нас за последние два года расследовалось и доходили до суда. То есть это вот материалы именно прокурорских проверок. Когда, выходя в ту или иную организацию, проводя ту или иную проверку, наши работники на местах не только отдела, я сейчас говорю не только о работе отдела, а коррупция и выявление коррупции занимается. И все прокуроры городов, районов. Такие факты есть, и они очень результативны. Дмитрий Леонидович, вы сказали, что действительно сложно доказать факт коррупции. А в таком случае сколько из возбужденных дел доходит действительно до суда и выносится обвинительный приговор? Какое количество таких? Так, давайте я, наверное, обращусь здесь к статистике все-таки. На территории республики на сегодняшний день у нас выявлено 92 преступления коррупционной направленности, что на 24% больше, чем в прошлом году. Взяток примерно такое же количество, как и в прошлом году. Ведь сразу хочу оговориться, по мнению большинства граждан коррупционным преступлениям относятся взяточничество. И ничего другого, в принципе, они, наверное, назвать не смогут. Вместе с тем, кроме факта дачи получения взяток, по коррупционным преступлениям относятся такие преступления, как, например, мошенничество, совершенное должностным лицом, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями. Судами рассмотрено 29 дел, 34 лица в настоящий момент привлечены к уголовной ответственности, к различным срокам решения свободы. Максимально у нас 11 лет решения свободы. Но все-таки что способствует совершению коррупционных преступлений у нас в Карелии? Ну, здесь, наверное, не надо, опять же, Карелию говорить, выделять от общей массы. Ну, если коротко, это тяга к роскоши и безнаказанности. Это мое мнение. Приведу пример безнаказанности. Сейчас расследуются Следственным комитетом дела в отношении одного в прошлом высокопоставленного чиновника, который был, значит, дело было возбуждено в отношении получения им взятки. Стали это дело раскручивать уже 12 эпизодов взяток. И все это было на протяжении достаточно длительного времени. То есть вот эта безнаказанность, она приводит к тому, она приводит к вседозволенности, да? Вот так я вам скажу, наверное. Ну, что еще? Низкий общекультурный и образовательный уровень граждан, социально-экономическое положение, мне кажется, тоже играет не последнюю роль. Я всегда говорил, и вот выступая перед студентами, перед школьниками, всегда говорю, что воруя из бюджета, надо понимать, что ты воруешь у пенсионеров и у детей. Понятно. Ну, и мы понимаем, что коррупция наносит моральный вред, но тем не менее есть и материальный ущерб. Он в республике какой? Есть какие-то такие цифры? Да, конечно, материальный ущерб от коррупционных преступлений есть. Мы его выявляем, мы пытаемся всеми дозволенными нам средствами его минимизировать. 9,5 миллионов рублей на сегодняшний день ущерб. Скажу сразу, что очень активно и грамотно налажена работа от оперативно-розыскной до следственной по выявлению и установлению имущества потенциальных подозреваемых, обвиняемых, осужденных для того, чтобы своевременно наложить арест на такое имущество с целью минимизации и погашения вот этой задолженности от коррупционных преступлений. Ну и, возможно, штрафы. Вы знаете, что штрафы, они кратные у нас, особенно по взяткам, они очень большие. Вот посмотрите, 20 миллионов рублей есть достаточно больше штрафы. Поэтому на стадии расследования такие штрафы, такие аресты накладываются. Вот на 79 миллионов у нас наложен на сегодняшний день арест на технику, на недвижимость, на счета. По делу того же Матвеева у нас наложен арест на его недвижимое, недвижимое имущество, на его денежные средства, изъятые, на 15 миллионов рублей. То есть такие меры нами принимаются и они имеют неплохие результаты. Такие серьезные цифры. Но я знаю, что коррупционными преступлениями занимаются ведь не только прокуратура, но и другие силовые ведомства. Как у вас идет работа и как взаимодействие налажено? Ну, безусловно, одни бы мы здесь ничего не сделали. Можно даже сказать не только прокуратура, силовой блок занимается. Вообще выявлением административных правонарушений должны заниматься все граждане, все организации. Это общее дело. Что касается правоохранительного блока, да, могу вам сказать, что у нас работают высокие профессионалы с своего дела и показатели об этом говорят и громкие дела. Мы очень тесно контактируем и с оперативными подразделениями ФСБ, МВД, естественно, Следственного комитета, с другими, со службой судебных приставов, на которых лежит обязанность по исполнению судебных решений по взысканию штрафов. Поэтому здесь работа у нас налажена. Прокуратура ведь координатор всей работы правоохранительных органов, поэтому мы держим руку на пульсе. Дмитрий Леонидович, ну может быть вопрос покажется вам немного наивным, но тем не менее, как на ваш взгляд можно ли вообще искоренить коррупцию, которая у нас, к сожалению, исторически существует? Сложный, конечно, это вопрос. Я думаю, что, конечно, да, я вам отвечу так, да. Помните, как говорил великий русский поэт Некрасов, жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Поэтому я прекрасно понимаю, что в ближайшее время полностью искоренить ее не получится. Наша основная задача ее минимизировать и загнать в тот угол, из которого было бы сложно выбраться. Принципиально, чтобы у общества выработалось стойкое неприязненное отношение к коррупции. Поэтому мы все для этого делаем и они должны понимать, что один незаконный, ни один незаконный проступок не останется без нашего внимания. Ну и тем более такие действительно серьезные наказания, наверное, способствуют. Вы знаете, вот рецидивов у нас нет. Все, кто у нас проходили по коррупционным преступлениям, больше к нам не попадали. Не попадали. Нет. Дмитрий Леонидович, в следующем году российская прокуратура отметит свое 300-летие. Я вас поздравляю с наступающим праздником. И сейчас у вас есть возможность поздравить с наступающими новогодними праздниками наших зрителей. Ну, пожелать я бы хотел прежде всего не быть равнодушными. Не хочешь страну с коррупцией, не допускаю сам. Это первое. Желаю жить всем по совести и ценить то, что имеете. Поверьте, свобода, это очень много. Конечно, здоровье в наше не совсем здоровое время. Спасибо вам большое за ваши пожелания, за ваши ответы. Это была программа «Тема дня». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова